Вот так для журналистов началась репетиция парада ко дню военно-морского флота здесь, в сирийском Тартусе. Разглядеть вблизи участников предстоящего праздника можно только с борта боевого катера. В 30-градусную жару, под палящим солнцем, вблизи соленой воды из акватории Средиземного моря, как глоток свежего воздуха. Боевые корабли российской эскадры в Средиземном море покинули причалы Тартусы еще ранним утром. Нужно отрепетировать все так, чтобы 25 июля, в день ВМФ, достойно показать выправку экипажей всю красоту и мощь российского военно-морского флота. Фрегат «Адмирал Макаров», морской тральщик «Ковровец», подводная лодка «Старый Оскол», малый ракетный корабль «Ингушетия» и огромное вспомогательное судно «Кил-158», предназначенное для подводных работ и подъема объектов с глубины. Вдоль торжественного строя командующий парадом вместе с командующим группировкой войск Сирийской Арабской Республики пройдут на противодиверсионном катере «Павел Силаев». Первой в Кильватерном строю на параде в честь дня военно-морского флота пройдет дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол» проекта «Варшавянка», прозванная за свою незаметность «Черной дырой». Прохождение боевых кораблей в день ВМФ будет видно практически со всех многочисленных пляжей Тартуза. Многие уже выбирают места, чтобы лучше рассмотреть праздничное морское шествие. Авиация ВКС России. Оперативно-тактическая, бомбардировочная, ударная. И, конечно же, вертолетчики поздравят моряков торжественным проходом над строем кораблей. Ведь именно с летчиками авиабазы «Хмими» моряки не так давно отрабатывали совместные действия в восточной части Средиземного моря. Вместе с ними они несут охрану важных военных объектов. Вместе с российскими моряками в одном кильватерном строю пройдет и пара ракетных катеров военно-морских сил Арабской Республики. Своё умение взаимодействовать с российскими братьями по оружию они доказали, освобождая страну от террористов. Теперь пройдут в одном строю во время моряков.